Пальмира Керлис. Университет Междумирья. Скажи мне, где выход? Выбранная среди миллионов обычных девушек, новая студентка магического университета Междумирья и самая большая неудачница на свете – это я. В первый же день моей учебы исчезла магия. Совсем. Везде. Непонятно как. И учиться стало нечему. И домой не вернуться. Ему наоборот повезло. Должны были лишить магии по приговору. А теперь лишать-то нечего. Удалось сбежать и даже прихватить заложницу. Думаю, не стоит говорить, кого именно. Вместе нам надо разобраться, что случилось, и найти выход. А по пути к этому выходу постараться не исполнить пророчества, согласно которому потеря магии станет меньше из бед. Автор выражает огромную благодарность Ксении Меликбекян за ее хаников, талант и подаренное вдохновение. Глава первая Ксении Меликбекян за ее хаников. Собрать чемодан в другой мир оказалось гораздо тяжелее, чем в какой-нибудь отпуск. Целый семестр неизвестно где и лимит в жалких 5 килограмм. Больше магический портал не пропускал. В инструкции было сказано, превышение допустимого веса влечет за собой критические ошибки. Лучше не рисковать. Последняя виденная мною критическая ошибка стерла с компьютера всю мою коллекцию выкроек для хаников. А тут целый портал. Сотрет еще меня. Нехорошо получится. Я уложила в чемодан ханика Ярушку. Любимого, мягкого, с обнимательными лапками, славными рожками и большими ушами-локаторами. Вроде и маленький, а полкило дозволенного веса как не бывало. Собрала в пакет немного материалов для новых игрушек. Совсем немного, лишь самых необходимых. Одежды взяла прожиточный минимум, то есть почти ничего. Надеюсь, в волшебной стране есть магазины. А мне полагается стипендия. До сих пор не верилась, что это произошло. Всю жизнь мечтала найти дверь в Нарнию или получить приглашение в Хогвартс. Сбылось. В некотором смысле. На школьном последнем звонке обнаружила в рюкзаке запечатанный позолоченный конверт. Внутри на красивой бумаге с вензелями поздравление с зачислением в магический университет Междумирья и подробная инструкция. Сначала я, конечно, подумала, что надо мной опять издеваются. Но, во-первых, кроме меня никто текста на бумаге не видел. Ни одноклассники, ни учительница, ни родители. Во-вторых, буквы аномально ярко переливались и искрили. В-третьих, я всегда, всегда знала, что особенное. Лето пролетело быстро, как и мой 18-й день рождения, который посчастливилось провести в одиночестве, несмотря на мамины порывы устроить праздник и позвать моих друзей, не существующих в природе. Портал полагалось вызвать в первый день осени, ранним утром, поджечь приглашение и потом шагнуть куда-то, когда этот самый портал появится. Можно было отказаться от обучения и не трогать лист, но нет, ни за что. Мечты должны сбываться. Родители будут думать, что я учусь в Москве, куда по их велению поступила, на экономический, и не волноваться обо мне благодаря какой-то там ментальной магии. Стандартные условия, если верить куче прочитанных книг и просмотренных фильмов. А теперь в них верилось. Лист вспыхнул в пепельнице от первой же спички. Посыпались искры, пронзительно желтые, совсем не обжигающие. В пространстве соткался огромный шар из пульсирующих солнечным светом сгустков. Портал. А не зря ли я нацепила веселенькое платье в горошек и волосы распустила? Вдруг посерьезнее надо было? Белый верх, черный низ, коса до пояса. Может, в волшебном мире холодно и следует захватить куртку? Или наоборот, жарко, как в тропиках? В инструкции об этом не говорилось. Портал светился все ярче и требовательнее, увеличиваясь в размерах и заполняя мою комнату. Черт! Я зажмурилась и шагнула в него. Стало тепло и невероятно светло до слепоты в глазах. Опора пропала, словно на волнах качнула. Только не критическая ошибка, только не она. Сияние в раз потускнело. Под ногами появился твердый пол. Вокруг был садик и каменные стены с обыкновенным на вид плющом. Готические скамейки по периметру, кусты роз, клумбы с розами, густой газон и беззвучно струящийся водопадом фонтан. Не особо магическое место. И не души. М-м-м... Обращаться неведомо к кому было проще, чем к настоящим живым незнакомцам. Здравствуйте! Кусты сбоку шевельнулись. Из резной арки в стене, увитой розами, вышла девица. Стройная в прилежном пиджаке, мини-юбке и гольфах с кружевными оборками. Все бордового цвета в тон розам. Пышные и синий-черные локоны по плечам, пухлые губы, большие глаза в обрамлении густых ресниц. Красивая! Она скользнула по мне ленивым взглядом и, задержав его на моем платье, насмешливо изогнула бровь. А мне ее гольфы не нравятся. Вот. Хозяйка гольфов, не подозревающая о моих крамольных мыслях, протянула какой-то кексик в золотой бумажке с вишенкой на макушке. Я замешкалась, разглядывая оказавшееся на ладони угощение. Она закатила глаза и произнесла что-то непонятное. Но интонации такие, что лучше не злить. Я проглотила кексик, почти не жуя. Вкус у него был противный, ни разу не вишневый. В ушах зазвенело, горлу подступила тошнота. Невольно вырвалась. Бе. Подумаешь, подгорел немного. Донеслись, как сквозь вату уже совершенно человеческие слова. Главное, что сработал. Заклинание мгновенного понимания языков. Я Мариса, а ты у нас кто? Лена. Лена, протянула она, будто пробовала на вкус каждую букву и фыркнула. Поправлять ее не стала. Сама виновата, что не смогла представиться, как следует. Между прочим, все первокурсники прибыли вчера. Встречающие отстречали. Меня тут могло уже и не быть. Но мне велели прибыть сегодня утром. Я четко инструкции следовала, которую вместе с приглашением нашла. Какая еще инструкция? Тебя должен был разыскать в твоем мире провожающий. Все объяснить, подготовить, портал для тебя сотворить. Я смущенно пожала плечами. Неужели поздно шагнула в портал? Не настолько же я блондинка, чтобы напутать. И почему именно на меня провожающего не хватило? Что-то новое! Мариса надменно покачала головой. Изящно развернулась и бросила со спины. Ладно, идем. Церемония открытия и посвящения в студенты через час. Успеваешь. Так и быть, расскажу, что к чему. Ура! Я не пропустила первый день занятий. И, кажется, не такая уж Мариса стерва, какой на первый взгляд показалась. И гольфы вполне симпатичные. Я схватила чемодан и поспешила за ней в арку. Как оказалось, это был вход в садовую галерею, битком набитую розами. Вместо потолка надувался радужный купол, эдакий мыльный пузырь. Запахло магией. Ну, или розами. Кто ее знает, как она пахнет? Магия эта. Зачем их тут столько? Даже в конце мощеной дорожки, по которой с жутким бряцанием ехал мой чемодан, высоко на стене висели щиты с изображением очередной розы. Ровно под ними виднелись массивные створки двери. Мариса сделала молниеносный паз рукой, те отворились. О, телекинез, я тоже так смогу. Меня ведь научат? Сама не заметила, как широко раскрыла рот. Мариса усмехнулась. Я стиснула зубы и проскользнула за дверь, стараясь поменьше таращиться по сторонам. Или хотя бы не такими круглыми глазами. таращатся Таращатся